Что там происходит между Ковальчуками и премьером Мишустином? Вы об этом написали на своем телеграм-канале любопытную заметку. Расскажите поподробнее. Что там за расклады? Ну, вообще сейчас стратегически и Ковальчуки, и Мишустин оказались в одном лагере. Это лагерь такой, знаете, достаточно рыхлый, в отличие от лагеря сторонников эскалации, который меньше по размеру, но при этом, знаете, гораздо более консолидированный. Да, вот противостоящий сторонникам эскалации лагерь, значит, давайте условно назовем его деэскалантов, сторонников, не сторонников эскалации, те, кто не хочет эскалации. Вот их лагерь, он гораздо больше, но он при этом гораздо более рыхлый. У него, как бы я бы сказал, знаете, вот инициатива не на его стороне. То есть он всегда в положении обороняющегося. Давайте уточним, сторонники эскалации это, прежде всего, силовики? Я так понимаю? Ну, сторонники эскалации это Патрушев и примкнувший к ним Сечин. Я бы отнес туда на правах, так сказать, младших партнеров. Значит, Краснова, генпрокурора, Золотова, главу Росгвардии. Вот. Часть, значительная часть генералов ФСБ, ну, то есть большинство чекистов, так сказать, по долгу службы, плюс чекистские генералы, которые ориентированы на Сечино. Ну, там есть очень влиятельные генералы Дорофеев, Ткачев. Вот. Это сторонники, руководители службы безопасности президента ФСО, замдиректора ФСО Рубежной, значит, который, так сказать, помогает им обеспечивать доступ к телу президента. Это Ротенберги. Похоже, что они примыкают к этому лагерю. И очень важная единица Белоусов, первый вице-премьер, который прорабатывает, так сказать, экономическую составляющую их планов. Они сторонники эскалации в том смысле, что, ну, раз уж начали воевать, то надо воевать во всю Ивановскую. Не надо пытаться усидеть между двумя стульями. Ну, то есть, если есть вражда с Западом, ну, давайте враждуем уже по полной. Вот. Значит, поэтому нечего там вот эти все ваши игры в демократию, в общественное мнение, там, что люди подумают. Только хардкор, так сказать, да. Все, кто недовольны, на Колыму. 37-й год. Выборы отменяем, военное положение, массовая мобилизация, полная мобилизация экономики. Почему нужен Белоусов? Он прорабатывает эти планы. При Совбезе создана рабочая группа, которую возглавляет Нургалиев. Значит, помните, был министр внутренних дел такой, сейчас зам Патрушева. Вот. И, но банкует, ну, Нургалиев возглавляет эту рабочую группу от Совбеза. Ну, в принципе, и главный идеолог там Белоусов, плюс Симоненко, начальник экспертного управления администрации президента. Вот. Они, значит, вот сторонники того, что везде закручиваем гайки. На внешних периметрах, на внутренних периметрах. Эта штука не устраивает вот этих противоположных лагерей. Там тоже, вот вы меня спросили, там силовики-то, там тоже есть силовики на самом деле? Ну, то есть, допустим, первый зам директора ФСБ Королёв, он считается ориентированным на Ковальчука. То есть, главные идеологи этого лагеря, главные политические ресурсы, имеющие доступ к Путину, практически не ограничены, это Ковальчуки. И вот Королёв, он, ну, то есть, надо понимать, что там вопрос, на самом деле, не всегда речь идёт об идеологии. То есть, одни вот сторонники хардкора, другие сторонники более мягких каких-то путей. Не всегда. Это гораздо более сложная реальность, она, её вообще очень трудно описывать. Значит, ещё труднее понимать. Значит, это когда идеология накладывается на старые клановые деления. То есть, вот Королёв, он, в принципе, он просто в какой-то момент даже непонятно почему. А Сечин, ну, вот обострил игру против него. То есть, казалось, уже все кланы согласовали, это ещё год назад было, что на место Бортникова, который, ну, на выход, должен прийти Королёв. Все согласовали вроде. И что-то почему-то вдруг Сечин взял, там, обиделся на него, поссорился с ним, что там случилось, непонятно. Сечин вообще, ну, такой крайне грубый игрок, он, в общем-то, часто с людьми ссорится без всякой необходимости. И он каким-то образом сумел заблокировать продвижение Королёва чуть ли не на год. Ну, и понятно, и начал двигать Ткачёва на место, на которое было обещано уже Королёву, по сути. И Королёв оказался в лагере Ковальчука не столько вот потому, что он, так сказать, идеологический там, да, вот такой вот прям мягкотелый либерал. Конечно, нет. Да, но просто вот карьерно, кланово, что называется, по другим соображениям, корыстным, шкурным, да, давайте так это назовем, неидейным, он, ну, вот его туда прибило. Да, скорее это ошибка Сечина, что Королёв оказался в этом лагере, давайте, может, так сказать, наверное. Вот. Нарышкин тоже в этом лагере, вот, и продолжаю отвечать на ваш вопрос о силовиках, он, скорее, такой уже идейный. Он, то есть, он в целом человек, ну, как бы странно про людей из окружения Путина в нынешних условиях говорить, значит, позитивные вещи, но объективно он действительно, то есть, иногда смотришь на него и не понимаешь, как его вообще туда занесло. Вот. Ну, то есть, он сам по себе, в принципе, ну, такой вот. Вы же помните, в каком состоянии он был на совбезе, да, когда выяснилось, что Путин начал играть, ну, вот, в то, во что он начал играть. Ну, в каком шоке он был. То есть, Нарышкин всегда, вот, поверьте, я же работал в администрации президента, он был руководителем администрации президента, правда, не при мне, да, но у меня достаточное количество его подчиненных, которые вот прям непосредственно с ним общались многократно, да, вот. Я их спрашивал, сравнивав, там, Нарышкина с Медведевым, который до этого там работал, да, с Волошиным, с Собяниным, который был после Нарышкина, но и то же самое в Думе там, да, это в высшей степени, в общем, интеллигентный человек. То есть, его природе самой претит вот этот хардкор, так сказать, да, поэтому есть и идейные, как Нарышкина силовики в этом лагере, в лагере деэскалационистов, есть люди типа Королева, ну, там, оказавшиеся там по карьерным соображениям. Ну, то есть, Кочнев, например, директор ФСО тоже в этом лагере, скорее потому, что в противоположном лагере его зам рубежной, который, ну, в принципе, на его место метит, по сути, да, то есть, ну, просто у Кочнева другого варианта нет, он ищет точки опоры. Извините, а вы не упомянули про военных, а где в этих раскладах руководителя армии, пребрабороны и начальника генерального штаба? Начальники, ну, на самом деле, очень интересно. Они настолько, вот мои источники, никто их не называет в качестве серьезных внутренних игроков, настолько они опозорены, деморализованы неудачами в Украине, что как бы, ну, типа, кто вы такие, чтобы вас спрашивать? Ну, то есть, примерно вот так. Значит, по-моему, ну, во всяком случае, слухи такие ходят, и слухи от источников, которым я склонен, если не полностью доверять, то точно не могу проигнорировать их точку зрения. Есть версия, что якобы вот эти сторонники эскалации, патрушевцы Золотова как раз притащили, значит, затащили в свой лагерь, обещав ему объединение Росгвардии и Министерство обороны, значит, и создание единой вот этой структуры под Золотова. Ну, то есть, вот тебе там, ты вообще у нас главный кир будешь, главный маршал. Отпустим, офицерский корпус российской армии, какой бы он ни был, у меня такое представление, что он едва ли примет Золотова в качестве военачальника. Слушайте, Евгений, ну, будем честными, нет такого субъекта, как российский офицерский корпус, до сих пор, по крайней мере, его не было. Ни одного министра, которого прислал туда Путин, корпус офицерский не отторг. И среди них не было ни одного военного, строго говоря. Они все были недовольны и все свое недовольство проглотили. Последний военный министр, маршал Сергеев, ну, выходец из военной среды, это был Ельцинский назначенец. Да, это правда. Он при Путине там прослужил, не помню, год или два, недолго. После этого его отправили на пенсию и все началось после этого. Кто были министрами? Сергей Иванов, потом этот самый Мебельщик Сердюков, а потом... Мебельщик, вот именно, то есть приняли на раз-два Мебельщика. Кстати, на самом деле Мебельщик оказался, ну, то есть принято над ним, так сказать, смеяться и издеваться. На самом деле из всех министров он оказался самым эффективным. Вот, значит, Сергей Иванов не военный, но хотя бы, окей, там, разведка, да? Вот, но Мебельщик Сердюков это же издевательство над военными было. Вот, и Шойгу, извините, ну, МЧСник, ни дня не служивший в армии. Ну да, пожарник. Пожарник, конечно. Поэтому золото в этом смысле, ну, ничем не хуже. Вот, значит, я... Смотрите, еще раз, Евгений, я на этой версии не настаиваю, ну, просто вы уж меня спросили, я, ну, все, что знаю, рассказываю. В общем, военных в этом раскладе на самом деле не видно. Ну, то есть они не играют вот какой-то игры, во всяком случае, я ее не вижу. Вот во внутриполитическом пространстве. Ну, то есть вы, как бы, черные люди, идите воюете. Да, вон, ваше дело, вот, там, сапоги чистить. И недовольства в армии никакого нет? Евгений, вот это я не могу про это ничего сказать. На самом деле, ну, к сожалению, мои возможности добывать информацию, значит, из гражданской структуры, они, поскольку я сам там работал и долгое время занимался политикой, там мне легко. Да, вот из среды военных были какие-то там перехваты у меня когда-то там полгода назад. Конечно, взрело недовольство, но ничего такого, чтобы вот можно было сказать, что сейчас будет революция, не было. Ну, в целом, динамика была негативная, конечно. После этого у меня давно просто свежей информации не было, не обновлялось, поэтому не буду врать. Вот, в любом случае, это повторюсь, это, ну, такое не имеет отношения к тем раскладам, о которых я начал говорить, о политических раскладах. Значит, я просто пытаюсь подойти, вы же меня спросили про Ковальчука и, значит, премьера Мишустина, а я, ну, так, начал всю конструкцию, так сказать, обрисовываться в контексте. Я просто хочу уточнить еще раз, простите, для тех, кто не знает, Мишустин, Михаил, премьер-министр, глава правительства Российской Федерации, так, на секундочку. Человек, который, если Путин вдруг умрет или уже умер, мы же эту версию не отбрасываем, про то, что он на самом деле в морозильнике уже давно находится. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр. Ну, и Юрий Ковальчук, там, собственно, два Ковальчука, там есть Михаил Ковальчук и Юрий Ковальчук. Михаил Ковальчук возглавляет Курчатовский центр и, по сути дела, там, командует всей российской прикладной фундаментальной наукой. И Юрий Ковальчук, который до войны считался чуть ли не самым влиятельным человеком, самым близким к президенту. Кроме того, там еще и дети есть, взрослые и, вроде бы, тоже весьма влиятельные люди, сыновья. А вот Юрия и Михаила Ковальчуков, про которых мы тоже говорили, что они не последние люди, схожие в Кремль. Это просто такое пояснение для тех, кто, может быть, не вполне понимает, о ком идет речь, какие, что за люди стоят за этими двумя фамилиями. Ну, Юрий Ковальчук, он по-прежнему, главный из них, из Ковальчуков, это Юрий, банкир. Значит, он по-прежнему, вот вы сказали, до войны был там самый влиятельный, самый вхожий. Он, собственно говоря, и таким и сейчас остается. Путин ему очень доверяет. Я думаю, что он, знаете, вот он, с одной стороны, слушает Патрушева, который является таким главным носителем вот этой идеологии эскалации, вот. А с другой стороны, слушает Ковальчука, как голос такой. Ковальчук изначально по своей природе абсолютно, ну, там, циничный бизнесмен. Он про деньги, да, он без всяких этих вот, там, таких, да, вот. И я так понимаю, что когда Ковальчук говорит что-то, что совпадает с Патрушевским, со словами Патрушева, вот для Путина это индикатор, ну, что, наверное, вот это правильно. Ну, если эти двое совпали, которые по своей природе разные. Ну, то есть Патрушев, он не сильно про бизнес. Ну, то есть понятно, как любой из них, он там совершенно, так сказать, не против денег. И сын у него активно этим занимается, вот нынешний министр сельского хозяйства, вот, освоением денег, ну, добычей денег. Но в целом он больше про политику, так сказать, вот он сам, да, а геополитику вот эту, да. Вот, а Юрий Ковальчук, он чисто про деньги. И я так понимаю, возможно, ну, Путин не то, чтобы вот прям, там, считал Юрия Ковальчука великим мудрецом, может быть, этого и нет. Но он выбрал его в качестве такого релевантного носителя вот этой идеологии, да. Вот, то есть, чтобы не скатиться в откровенный, вот, так сказать, милитаризм, да, надо учитывать мнение вот этого лагеря тоже. И этот лагерь Ковальчук. Так вот, значит, вот Мишустин, он для Ковальчуков еще, ну, год или там, ну, полтора-два назад, вот до начала войны, он был для них скорее таким, ну, неприятным. Я вот неоднократно слышал от людей, так сказать, участвующих там в процессе, да, во всех этих внутренних разборках, ну, надо понимать, у каждого из них масса исполнителей, там, которые реализуют массу политических проектов. И с некоторыми из них просто доводилось пересекаться во время работы. Вот. И люди говорили, что, ну, Ковальчук, вот, в основном про Юрия речь идет, он, ну, он так отзывался у Мишустин не очень, значит, позитивно, дескать, много о себе воображает. А в последний, вот, начиная где-то с весны, мне стали говорить, что он стал отзываться о нем гораздо более позитивно, ну, вот в беседах со своим окружением, и дал команду своей медиа-империи начать освещать правительство, ну, более благожелательно. И если до этого он говорил, что, как бы, мы не занимаемся пиаром правительства, так сказать, да, мы работаем на президента, а вот правительство по боку, то теперь он, значит, дал установку, что, ну, там, правительство хорошее. Вот. Я думаю, что это связано с, вот, изменением мироощущения Ковальчука. До этого он, когда все было хорошо, он был настроен на экспансию, на захват, значит, каких-то новых, там, лакомых кусков. Вот, там же внутренняя конкуренция, у Ротенбергов что-то отживать, у Кимченко там, да, и так далее. А сейчас ему не до жира уже, да, потому что вот эти сторонники эскалации обложили его в том числе, да, и реально рискуют скатиться в 37-й год. Вот я, кстати, отвлекся в какой-то момент, очень важную мысль хотел сказать, и потом отвлекся. Смотрите, эти люди, вот, деэскалационисты, они против эскалации, может быть, не потому, что они такие гуманисты, там, да, вот, точно нет. Просто они не контролируют силовой ресурс так, как контролируют его те. Ну, то есть, есть силовики и в том, и в другом лагере, но большую часть силовой ресурс, понятно, контролируют Патрушев, ну, и Сечин. Да, и Ковальчукам это не нравится априори, ну, то есть, если страна пойдет по этому хардкорному курсу в 37-му году, то банковать-то будет не он, не Ковальчук, будет банковать Сечин и Патрушев. И это само по себе уже не устраивает Ковальчука и всех тех, кто к нему примыкает, понимаете? Поэтому они, как бы, вынужденные, так сказать, деэскалационисты. Если бы они контролировали силовиков, если бы Ковальчук был секретарем Совбеза, да, и директором ФСБ был лояльный ему человек, ну, я думаю, Королев тот же. Я думаю, вполне возможно, что он бы уже был эскалационистом, а Патрушев, наоборот, был бы деэскалационистом. Ну, Патрушев нет, а Сечин точно. Вот, Патрушев все-таки идейный, а Сечин он такой более утилитарный. В общем, поэтому, возвращаясь теперь к Мишустину. Вот Ковальчуку сейчас, его вот обложили эти силовики, и в целом тренд на этот 37-й год, он его пугает. Ну, то есть он же видит, что любой из нас на самом деле может в какой-то момент оказаться под каком-то репрессивной машиной. Судьба братьев Магомедовых, медведевских подельников, которых посадили год назад, значит, дав им там что-то под 20 лет там. Одному 17, другому 19 лет там отдали тюрьмы. Вот, она как бы их, ну, им всем показала вообще возможности. То есть неприкасаемых-то почти что нет. И поэтому, и вот Ковальчуку так как бы ему теперь уже свое бы удержать. Он на самом деле помнит, как это бывает несколько лет назад, Сечин. Вот вы упомянули сына Юрия Ковальчука, Борис Ковальчук. Он возглавляет Интеррао, значит, энергетическую, крупнейшую энергетическую компанию страны. И представитель Совета Директоров там, Сечин. Они, вот тут они пересекаются на самом деле, да. Сечин не очень лезет во внутренние дела. То есть, видно, ему там, так сказать, недозволено это Путиным. То есть, при первоначальной разводке, так сказать. Но, тем не менее, Сечин взял и организовал арест. Помните дело о молдавской шпионке знаменитой? Суркан, кажется, ее фамилия. Суркан, да. Да, она была доверенным лицом Бориса Ковальчука, очень близким к нему человеком. Ее обвинили в шпионаже в пользу молдавской разведки. Ну, то есть, такой, прямо из 37-го года сюжет молдавской разведки. Да, молдавская разведка это сильно, конечно. Да, ее посадили, ее закатали в асфальт. А это, повторюсь, близкий доверенный человек, сына старшего Ковальчука. То есть, Сечин способен играть прямо очень жестко. И, короче, поэтому сейчас Ковальчуку не до экспансии. И любой уже, кто не является сторонником вот этого эскалационизма, так сказать, 37-го года, ну, там, автоматически становится его союзником. Ему много не надо. Ему достаточно, чтобы человек, да, вот, просто разделяет его, как бы, общие устремления. Ему не надо уже, там, отмешусь, ты на, там, отдай мне то, отдай мне сё. Да, достаточно, чтобы он, там, когда Путин его спрашивает, ну, что думаешь, условно говоря, там, национализируем или не национализируем, там, репрессируем, не репрессируем, сажаем, не сажаем, что Мишустин будет говорить, нет, не репрессируем, нет, не национализируем, нет, не сажаем. То есть, это уже достаточно для того, чтобы хорошо относиться к премьеру. Вот это сближение произошло. То есть, и я, вот тот пост, про который меня спросили, я его написал о том, что вот этот вот силовой крен закручивания гаек на самом деле имеет ещё одним эффектом, который я просто, ну, описал и предложил иметь в виду. Они сплачивают противоположный лагерь, они создают союзы из людей, которые прежде союзниками не были. Вот я начал с того, что этот лагерь более рыхлый, так сказать, да, но на самом деле, если смотреть в динамики, то он всё-таки уже есть, и сближение происходит, и координация там становится возможной. И, если уж позволите, я предположу, что на самом деле режим развалит именно столкновение вот этих двух лагерей. То есть, это не будет не, вот мы все ждём, ну, элиты же недовольны Путиным, когда они восстанут против Путина. Нет, против Путина напрямую они не восстанут, потому что они, ну, им есть что терять. То есть, восстание против Путина – это риск, колоссальный риск, да. А когда тебе есть что терять, ну, ты думаешь, ну, нет, ну, что, мне больше всех надо, что ли, да. В конце концов, все недовольны, пусть другие восстают. А вот это будет скорее конфликт не вот против Путина, а против какого-то варианта развития, когда каждая сторона, пытаясь навязать свой сценарий, ну, будет действовать всё более жёстко. Кто-то начнёт кого-то арестовывать, кто-то начнёт кого-то критиковать в парламенте, используя свои ресурсы в СМИ, да, кто-то в какой-то момент там привлечёт улицу. То есть, я думаю, что жёстко сыграют, значит, первыми силовики. Они в целом более дерзкие, потому что они, ну, как бы, они же сильные, они же контролируют силовый ресурс, да, они, в принципе, не боятся. Вот в какой-то момент это случится, вот как в августе 91-го года, когда сторонники вот этой консервативной линии приняли решение, что нет, нас ход событий принципиально не устраивает, мы идём в направлении коллапса, да, и они сыграли на обострение. И вдруг противоположный лагерь взял и тоже сыграл на обострение. То есть Ельцин взял и вывел там толку на улицу, вот, и подключил улицу. Так обычно на самом деле и случается. То есть улица не сама проявляется, улица выходит на улицу, если можно так сказать, в ситуации, когда кто-то из элит начинает заключать с лидерами уличной оппозиции, так сказать, какие-то там, ну, то есть договариваться о чём-то, да, то есть начинает привлекать их на свою сторону, пытаясь усилить свои позиции в конфликте с противоположной стороной элит. Элит с Патрусовым Сечиным, условно говоря. Смотрите, Евгений, вот Пригожин. Да, вот я хотел как раз про Пригожина спросить. Что там за история про то, что он накануне мятежа своего планировал чуть ли не какое-то громкое совещание устроить в Государственной Думе при поддержке Миронова? Да, вот смотрите, Евгений, я сейчас отвечу и на этот вопрос, но я упомянул Пригожина, потому что это, наверное, более понятный пример, чем август 91-го года, он ближе. То есть тот конфликт, который я прогнозирую между сторонниками эскалации и сторонниками деэскалации, который погубит режим, разрушит систему, это что-то сродни будет тому, что происходило с Пригожиной. Но Пригожин же тоже не пытался свергнуть Путина. Это был, по сути, спор о направлении движения, спор о стратегии. Пригожин выступил в роли вот этого сторонника эскалации, по сути, да, он требовал этой эскалации. Вот, и в пылу этого спора он поставил систему на грань коллапса. То есть все то же самое, но более масштабно, вот я, собственно говоря, и прогнозирую в будущем, вот конфликт между условным Патрушевым и условным Ковальчуком. Значит, история с Государственной Думой, на самом деле, ну, то, что пока утекло в прессу, это очень любопытно, но пока известно слишком мало, чтобы уверенно говорить о том, кто во что играл. Ну, то есть Пригожин искал пути, искал ресурсы, искал возможности повлиять на систему. Он хотел, чтобы система изменила стратегию поведения, потому что с точки зрения Пригожина это путь в тупик, к поражению, а он не хотел проигрывать. Он же тоже, так сказать, бенефициар системы, акционер системы. Если система рухнет, то ему плохо будет. Вот, поэтому он считал, что у меня есть право голоса, так сказать, потому что я лучше этих дураков понимаю, так сказать, что там на фронте и вообще. И он искал варианты, значит, повлиять на ситуацию. То есть Путин, очевидно, его не слушает, значит, Шойгу продолжает там с Герасимом гнуть свою линию. Это путь к поражению, как считал Пригожин, как он кричал. И поэтому он искал возможности повлиять на ситуацию. Если Путин отказывается его принять, не хочет его выслушать, ну окей, будут, так сказать, действовать через паблик. И вот как он действовал, мы знаем. Оказывается, вот как вчера написали «Москва Таймса» на свои источники, оказывается, он готовил круглый стол в Государственной Думе, где должен был, так сказать, сенсационно там, да, вот, разоблачить, там, выложить компромат на Министерство обороны, максимально, в общем, все это опубличить. Там сказано, что, значит, все готовилось с опорой, ну из того, что утекло, видно, что все готовилось с опорой на «Справедливую Россию» на Миронова. Ну мы помним фотографию Миронова с «Кувалдой», да, они, на самом деле, были союзниками с Пригожиным. Миронов искал, он совершенно же потерялся, так сказать, в тени там «Единой России», да, он искал новые точки опоры в политическом пространстве, партии же этим живут, ему же тоже на выборы надо идти. Если он готов там завоевать 5%, ну он нужен Кремлю, а если он не в состоянии это сделать, ну так на черт он Кремлю сдался. Поэтому Миронов искал, так сказать, новые точки опоры, он увидел вот этот радикальный, так сказать, неосвоенный в политическом смысле слова, в партийно-политическом смысле слова тренд, олицетворяемый с Пригожиным, ну и заключил сделку с Пригожиным, вступил в союз, так сказать, да, вот я тебе вот площадку предоставлю. И Пригожин вот готовился использовать эту историю, значит, вот максимально, так сказать, конфликтно со скандалом, и потом вдруг почему-то отменил этот круглый стол в последний момент, поехал туда, в Ростов и начал этот мятеж. То есть собирался вот перед тем, как начать этот мятеж, он вот в Госдуме еще повоевать, там покричать, а потом вдруг изменил свои планы. Что там произошло, вот не описано, да, вот поэтому трудно судить. Возможно, Миронов сам испугался и отыграл назад, возможно, он получил команду из Кремля, значит, свернуться и свернулся. Возможно, вмешался Володин. Вот роль Володина в этой публикации совершенно не, исходя из этого материала, совершенно не ясна. Вот, возможно, вмешался Володин и помешал. Возможно, не было ни вмешательства Володина, ни вмешательства Миронова, и они оба были готовы поддержать Пригожина, но Пригожин, ну, решил, что время разговоров прошло и пора уже, так сказать, действовать, да, исходя из каких-то там своих соображений. Не знаю, к сожалению, известно слишком мало. Ну, будем наблюдать, как развивается эта история. Извините, что вас перебиваю, Аббас, хотелось бы еще одну тему непременно успеть с вами затронуть в этом нашем сегодняшнем разговоре – выборы. Вот смотрите, понятно, что Путину и системе нужно провести эти выборы и показать убедительный результат для того, чтобы укрепить легитимность президента. Но ясно, что при существующей системе любой результат можно нарисовать. Так, вот сколько захотят, столько и нарисуют. Но есть одна проблема, на мой взгляд. Я не знаю, вот как вы к этому относитесь. Ведь результат будет легитимным тогда, когда в него поверят. А вот поверят ли в высокий результат Путина на этих выборах? Большой вопрос. Не правда ли? Конечно. Поэтому Кремль пытается этот результат обеспечить в максимальной степени честным электоральным способом. То есть сверхзадача для Кремля сейчас – сделать так, чтобы максимально возможное число людей действительно проголосовали за Путина. Не нарисовать их голоса, а чтобы они действительно нарисовали, люди сами проголосовали за Путина. Поэтому и мобилизацию отложили, несмотря на все просьбы армии, и другие популярные меры не предпринимаются. И экспортеров заставили выручку продавать, валютную выручку, чтобы стабилизировать рубль, чтобы не летел в тартарары и так далее. И вот это все делается для того, чтобы максимально возможное число избирателей действительно сами проголосовали за Путина, чтобы фальсификации были второстепенным инструментом обеспечения победы, не главным, а второстепенным. Вот если Кремлю это удастся, тогда это успех, это победа, тогда критически значимое число людей, действительно проголосовавших за Путина, даже если потом, начиная с апреля, когда начнется все-таки вторая волна мобилизация, да, апрель или май, вот, даже когда они станут уже недовольны, у них все равно не возникало ощущения, что, так сказать, мужик занимает свое место не по праву. Ну, они все равно будут помнить, что он, они сами за него проголосовали, понимаете? Подождите, а сколько, на ваш взгляд, вот, по вашим оценкам, я понимаю, что опросам официальным верить невозможно, а по вашим оценкам, сколько людей сегодня поддерживает Путина? Какой процент избирателей искренне готов за него проголосовать? Я думаю, что треть, соответственно, если сбить, очень сильно сбить протестную яхту, а своих избирателей, наоборот, мобилизовать максимально, то тогда эту треть можно там нарастить аж, ну, там, 45, например, сделать, да, ну, там, к 50 попытаться подтащить, вот, но главная проблема, Евгений, в том, что эта треть, она такая очень рыхлая, это Путин уже не президент надежды, и даже эти люди, на самом деле, за Путина уже там без особой радости в сердце, так сказать, вот, без особого энтузиазма, это не фанатичные его старальники, фанаты, вот, вот, которые раньше были, которых раньше было там за половину, вот, от общего числа избирателей, прям реально с выпученными глазами, ну, то есть я, как человек, который многократно проводил всякие фокус-группы, да, во время избирательной кампании, я этих людей видел, вот, они были, сейчас их нет, начиная с, где-то, там, 19-20-го года, они вообще как класс исчезли, уже в 18-м году было видно, так сказать, утрату уже, то есть они за Путина, ну, просто потому, что они не верят альтернатив, они боятся, что без Путина совсем плохо станет, еще хуже станет, но при этом они, то, что Путин сделает что-то хорошее, улучшит их жизнь, тоже уже не верят, то есть он не президент надежды, позитивная мотивация, которая когда-то лежала в основе лояльности по отношению к Путину, сменилась негативной, если раньше люди верили, вот сейчас за Путина проголосуем и все будет ого-го, то теперь люди не верят, ну, даже если мы проголосуем за него, там, ну, дай бог, совсем не загнемся, ну, вот, это предел мечтаний, и, а такие люди, на самом деле, тоже плохие избиратели, ну, то есть они, на самом деле, любое сомнение будут трактовать не в твою пользу и в последний момент просто не придут на участок, на самом деле, мобилизовать вот таких дезориентированных, ну, не дезориентированных, а демотивированных избирателей достаточно непросто, да, и поэтому эти 35, ну, условно, там 32-35, вот я думаю, процентов, они такие, значит, эта цифра может уменьшиться, вот если в ходе, значит, избирательной кампании что-то на фронте начнет происходить, а ведь это совершенно не исключено, что-то неприятное на фронте начнет происходить, ну, за последние полтора года мы видели отступление из-под Киева, бегство из-под Харькова, отступление из Херсона, значит, мы видели крейсер Москва затонувший, там, мы видели Крымский мост, вот, мы видели рейды РДК и Русского легиона в Белгородской и Брянской области, ну, много вообще неприятных событий, вот. И мы можем предположить, что какой-нибудь сюрприз противники Путина ему приготовят. Конечно, ну, я не могу себе представить. Как бы странно, если бы не подгадали бы что-нибудь под середину марта, да? Ну, в общем, я не могу себе представить, что они этот фактор не учитывают. Америка или там Украина, то есть очевидно, что к этим выборам готовятся не только Кремль, а готовятся и соперники критики. И, короче, если что-то неприятное произойдет в этот момент, ну, сильно неприятное, ну, это поломает вообще весь ход кампании кремлевской. То есть очень, на самом деле, серьезный фактор, такой вот, не позволяющий прогнозировать ход кампании, вот, есть. Понимаете? Путин сам создал себе проблему раньше, ни позиция Украины, ни позиция США на ход российских выборов не влияла. Ну, там, где они? А сейчас влияют. А? А сейчас влияют. Ну, конечно. Ну, то есть, на самом деле, вот, смотрите, Путин будет в ходе кампании рассказывать о замечательных перспективах России, будут рисовать широкими мазками. Вон Хуснулин, вице-премьер, курирующий стройку, выступал на этой выставке «Россия», да, которая вот 4 ноября началась. Значит, он пообещал, что к 30-му году больше половины российских семей въедут в новую квартиру. Ну, то есть, они уже, они собирают, они начинают врать просто, вот, раньше они врали, стесняясь, так сказать, ну, стараясь, чтобы хотя бы чуть-чуть достоверно это выглядело, а сейчас вообще даже не стараются. Понимаете? И вот они будут вот рисовать такие полотна там радужные, да, а в этот момент там путинская армия драпает из-под, значит, откуда-то там, да, вот, как это было, например, из-под Харькова, предположим. Или там РДК вторгается на территорию Белгородской области уже не силами там 100 человек, как до этого, а силами там, я не знаю, 5 или там 10 тысяч, например. Вот, ну, то есть, ВСУ, ну, что, они не смогут это организовать? Я думаю, они смогут это организовать. Русскоязычных жителей восточных регионов, воюющих ВСУ, полно. Им даже форму менять не надо, это просто шевроны там, так сказать, перешить. Вот, все на русском говорят, все идут там вперед. В общем, и вот что-то такое происходит, и все, это вся путинская кампания летит от тарары. Чем ярче он там нарисует перспективы России на фоне поражения на фронте, тем острее будет контраст. Путин моментально превратится в такого прожектера, лгуна, фантазера, человека оторванного от действительности, который вообще, так сказать, не отдупляет то, что в народе называется, извините за выражение, человек, который реально не, ну, то есть, оторвался от грешной земли напрочь, там, витает где-то в облаках. Вот, и это прямо уничтожит явку лояльного избирателя, понимаете? Ну, то есть, идти голосовать вот за это прожектерство, как, ну, то есть, ну, люди не захотят. Вот, поэтому кампания, на самом деле, чревата очень серьезными угрозами. То есть, с одной стороны, Путин полностью контролирует электоральную поляну, все инструменты, с помощью которых обеспечивается формальная победа на выборах, значит, там, систему избиркомов, суды, прокуратуру, политические партии, средства массовой информации основные, да, там, институты типа гражданского общества. Ну, то есть, все вроде бы, вот, все, из чего там победа, так сказать, куется на выборах, вот это все контролируется Кремлем. Но при этом более широкий контекст, настолько враждебный и настолько проблемный, что вот он может сломать игру в рамках вот этой вот всей системы. То есть, Путин выдавил политику из пределов электоральной системы, там реальной политики нет, там фикция, но сама по себе реальная политика не исчезла, она никогда никуда не исчезает, она просто как вот физическая энергия из одной формы в другую перетекает, то она тоже перетекает в другую форму. Она сгруппировалась за пределами этой системы и будет на эту систему давить. И выдержит оборону этой системы или нет, никто сейчас сказать не может. Ну, вы видели выступление Панфиловой? У меня такое было ощущение, что девушка была в полной истерике, судя по всему. На нее давят, требуют от нее заранее обеспечить какие-то результаты, а она в панике, потому что, видимо, понимает, что обеспечить эти результаты будет не так-то просто. Ее разрывают между ее старой идентичностью адекватного либерального политика и новой идентичностью кремлевской прислуги. И, конечно, у нее внутренний конфликт, но он достойен, на самом деле, я не смогу его описать, это должен описывать гений уровня Достоевского. Слушайте, а у Кириенко, которого вы почему-то ни разу не упомянули, нет такого разрыва внутреннего? Нет, Кириенко гораздо… Памфилова по своей натуре романтик, а Кириенко – он абсолютно прожженный циник, он абсолютно аморальный человек. Ну, слушайте, Евгений, вы же прекрасно помните, как он начинал. Кто его из Нижнего вытащил и посадил заместителем министра энергетики России? Да, это был Немцов. Завис Немцов. Конечно, он обязан Немцову буквально всем. Ну, то есть первый бизнес свой Кириенко делал, окей, он там и собственные таланты, так сказать, приложил. Но все, что в политике с ним случилось, это случилось благодаря Немцову. И что он сделал, значит, начиная с 2001 года, он стал постепенно, последовательно предавать Немцова. Вот. Это правда. Нет никаких сомнений, что если он решит, что пришло время продать Путину, он это сделает и с ним. И с Ковальчуком, который сейчас является поправителем Кириенко. А скажите, пожалуйста, вот загадочная смерть этого самого Михаила Максименко имеет отношение какое-то к вот этим всем политическим разборкам? Я имею в виду вот отбывавшего срок, серьезный срок, бывшего начальника управления внутренней безопасности или собственной безопасности Следственного комитета. Дромкое было дело в свое время с его арестом, да? Ну, это мега-влиятельная, это мега-мощная должность, мега-влиятельная должность, конечно, УСБ Следственного комитета. И когда такой человек убивают в тюрьме, да, ну, во всяком случае, его адвокат сказал, что он самоубийству не верит. Ева Меркачева написала, что, значит, Максименко говорил ей, что я точно не покончу жизнь самоубийством. Ну, то есть, если это со мной случится, имейте в виду, так сказать, что это не... Меня убили. Да. Ну, вот, она сама это сказала. И, соответственно, когда такого человека убивают в тюрьме, ну, это, конечно, очень такая потенциально взрывоопасная история. Осечкин говорит о том, что Максименко был последним, кто в Следственном комитете сопротивлялся давлению ФСБ. То есть, кто хотел сохранить какую-то независимость Следственного комитета от ФСБ. Если это так, то это внутриведомственные разборки, не политические. Но поскольку совершаются на таком высоком уровне, у них могут быть потом когда-нибудь политические последствия. Но я не знаю, насколько версия Осечкина правильна. Ну, то есть, у меня нет оснований не доверять Осечкину, вот, но... Ну, то есть, я, в принципе, огромное уважение к нему отношусь, да, но все мы люди, все мы можем ошибаться. Он тоже опирается на данные каких-то источников. Значит, я не знаю, насколько может доверять этим источникам. Поэтому я, Евгений, не могу однозначно сейчас сказать сходу, сделать вывод, каким образом это связано с теми большими разборками, о которых я говорил выше. Я просто предлагаю... Потому я и делал перепосты на все эти истории, да, в своем телеграм-канале, что я считаю важным мониторить эту историю. Потенциально она взрывоопасная. Из таких частностей может вырасти большой политический конфликт, который в ситуации общего ослабления системы и растерянности Путина, и отсутствия стратегии движения вперед, может разорвать систему прямо на части. То есть, значит, тут достаточно просто вспомнить историю большинства революций, они начинаются с каких-то частностей, с вещей, которые кажутся какими-то случайными. Да-да, вот вы знаете, я сразу вспоминаю. Помните историю, как два каких-то коррумпированных мента убили высокопоставленного сотрудника КГБ? А, это дело Наждановской знаменитое, убийство Наждановской. Да-да, знаменитое убийство Наждановской, которое в результате привело к грандиозному конфликту между Щелоковым и Андроповым. Щелоков, да, это был конец Щелокова. И вот до этого не факт, что, ну то есть я не уверен, я не являюсь все-таки историком, могу ошибаться, но мне кажется, что вот та победа окончательно зафиксировала статус Андропова в руководстве страны, ну как человека, который там, после этого он смог стать генсеком, проще говоря. Да. До этого, может быть, и не смог бы стать. Вот. Да, частная история, если не ошибаюсь, убит был всего лишь майор, то есть майор КГБ. То есть он не был великим человеком, то есть это не начальник управления собственно безопасности Следственного комитета, ну то есть это гораздо более мелкая сошка. И тем не менее его убийство закончилось падением очень влиятельного, крайне могущественного министра внутренних дел, да? Ну что ж, всякое возможное в наше время, я так полагаю. Да. Потому что много, я бы сказал, таких вот наметилось линий разрыва, да, вот разрывов еще нет, но возможные линии разрыва, которые вы в том числе сегодня обрисовали, они, судя по всему, налицо. Спасибо большое. Елене, можно одна маленькая ремарка? Линии разломов, они есть всегда, просто когда-то у верховного правителя есть достаточное количество клея, чтобы эти линии склеивать, так сказать, а в какой-то момент клей в дефиците оказывается. Вот. И клей в дефиците, и руки уже не те. Это же тонкая работа. И вообще он в паразильнике. Склеивать линии разрыва, да? И вообще может он в паразильнике. Да, кстати, уж извините, собирался с вами попрощаться, не могу об этом не спросить. А вот как вы считаете, вот деятельность генерала СВР, анонимного вот этого автора телеграм-канала генерала СВР и аффилированного с ним доктора Валерия Соловья, она в интересах власти или против нее? Ну, вот эта история с, значит, с холодильником и со смертью, предполагаемой смертью Путина, она, я считаю, есть точка зрения, что эта штука работает на власть, но вот я как человек с политтехнологическим, так сказать, прошлым. Я поэтому вас и спрашиваю. Я абсолютно уверен, что нет, на власть она не работает, потому что в повестку ставится крайне опасный для Путина вопрос его здоровья. То есть даже если он не умер, то бесконечное муссирование темы, ну что у него проблемы со здоровьем, в конце концов такие вещи приводят к тому, что в условиях, опять же, все же в контексте работает, да, не бывает ничего универсального. Одна и та же история в одной ситуации работает так, а в другой ситуации будет работать ровно в противоположном направлении. Так вот, в нынешнем контексте, когда в целом, ну там, Путин явно слабеет, его армия оказалась бумажным тигром, экономика прогибается под давлением западных санкций, уровень жизни снижается, уровень недовольства растет, ну то есть в целом контекст такой явно плохой, и тут еще разговоры об его здоровье, да, то есть в какой-то момент, если вот такие истории будут периодически повторяться, ну это знаете как будет, слушайте, да он все равно болен там, со дня на день умрет, что не слышали что-то, да все же это знают, да, и вот это все знают, все говорят, оно в какой-то момент, как Карл Маркс говорил, идея овладевая массами материализуется, все это приведет к тому, что Путин превратится в хромую утку, то есть вот он из безусловного авторитета, который вот как он сказал, так в конце концов и будет, превратится в фактор такой относительный, да, ну то есть можно выслужить Путина, а потом продолжать гнуть свою линию, понимаете, так собственно говоря система слабеет и постепенно разваливается, теряет эффективность, вот, поэтому вот тот факт, что эта тема ставится в повестку и очень широко расходится словей, конечно, вот почему это так получилось, что так все подхватили, строго говоря никаких доказательств нет, но все подхватили, потому что все этого хотят, это выражение коллективного бессознательного, вот этот интерес, когда в ночь, когда он это все анонсировал, ну невозможно было в социальных сетях, ну в фейсбуке во всяком случае, там где, так сказать, публика поумнее, вот, пробиться через вот волну однотипных постов, ну чё, типа открываем шампанское или все это подождем до утра, да, значит, других тем невозможно было найти, там, приходилось пролистывать, там, десятки постов, чтобы найти пост на какую-то другую тему. И вот это вот, конечно, такая вот показатель того, как относится социум к Путину, значит, ну, то есть это самое наглядное провяжение слов Пескова о том, что социум сплотился вокруг президента, там, небывалой консолидации, он же про это говорит, вот. А тут, значит... Возникает вопрос, простите, а эти ребята сами по себе или за ними кто-то стоит? Не знаю, не исключаю, что... Ну, то есть я сам, смотрите, ну, как минимум несколько лет до какого-то момента, когда, ну, уже всё просто не стало получаться, да, я сам был, ну, таким вот человеком, условно говоря, кто-то говорил, что я там Володинский, да, вот, допустим, Кириенковский меня ненавидели с 2018 года, считая Володинским, просто потому, что я к Володину там, значит, ну, действительно первый из замов главы администрации президента, курирующего внутреннюю политику, ну, кому я стал там попадать время от времени во время его встреч с политтехнологами, да, и, соответственно, стал получать возможность что-то там ему говорить, озвучивать свою точку зрения, был Володин. И кириенковцы там, вот, меня взяли, там, записали Володинский, потому что, ну, выбирая между Кириенко и Володиным, и в их войнушке внутренней той поры, господи, сейчас смешно вспоминать, да, какая мелкая была политика по сравнению с нынешней трагической, значит, такой эпической, знаете, уже такой достойный, знаете, полотен каких-то там древнегреческих трагиков, так вот, достойно писания в исполнении древнегреческих трагиков. Так вот, значит, в тот момент, ну, я там про Кириенко высказывался жестче, чаще, чем про Володина, и куча людей меня записала, ах, он Володинский там, но я-то знаю, насколько я был Володинский, вот, и я не исключаю, что профессор, вот как я когда-то тогда там относительно получил взаимодействие время от времени со всеми, ходя со всеми там, общаясь, ну, типа имел возможность все-таки где-то вот сохранять независимость в своих публичных оценках, значит, просто потому, что, ну, было пространство для маневра, да, гайки еще не были закручены там до нельзя. Ну, вот, может быть, для профессора, наверное, спор не закрутились, я не могу этого исключать. Ну, то есть для меня закрутились, в какой-то момент слишком большое число людей решило, что я все-таки враг, да, и поэтому и уголовное дело, поэтому и на агентство там, да, вот, и статус невъездного. Ну, хорошо, в отношении меня, по отношению ко мне в какой-то момент было принято такое решение, да, может, по отношению к нему, черт его знает, еще не приняли. Вот просто так может быть. Ну, я не могу этого исключать, поскольку я знаю, что теоретически такое бывает, я сам через это проходил, понимаете? Поэтому я не готов сейчас озвучивать какие-то вот предположения и версии, я вообще склонен, ну, там, верить, видеть в людях хорошее, пока уже окончательно не убежусь, что человек плохой, так сказать, я предпочу видеть в нем хорошее, поэтому, ну, я в целом пока, значит, пока, во всяком случае, нет какого-то каких-то очевидных доказательств от обратного, я исхожу из того, что, ну, мне ничего плохого я про профессора сказать не могу, и даже у нас бывают совместные эфиры, и мы с удовольствием вместе с ним общаемся, обсуждаем, и по большим, подавляющим большинству вопросов мы на самом деле с ним, наши точки зрения совпадают. Вот как-то так.